Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о том, как с помощью дыхания можно продиагностировать укорочение мышц. Это очень характерная вещь, что укорочение мышц влияет на дыхание. Естественно, что оно нарушает его. Например, в спортивные годы я всегда страдал от того, что выносливость была слабая. То есть у меня были хорошие скоростно-силовые показатели, а выносливость страдала. И теперь я понимаю, почему. И если бы мой тренер разбирался в осанке, он бы мог подсказать, что делать. А на самом деле всё было просто. Мы пришли на медосмотр, и два парня, я и мой друг, который был ростом такой же. И вот он когда дунул в этот прибор, который измеряет жизненную ёмкость лёгких, он выдал 5 литров, а я всего 3. А рост у нас одинаковый. Естественно, что у него выносливость будет лучше, потому что лёгкие больше. Но у меня лёгкие на самом деле не меньше. У меня меньше грудная клетка. А от чего это зависит? Это зависит от мышц. То есть если мышцы укорачиваются, они сжимают грудную клетку, и вы не можете сделать вдох полной грудью. Вы не можете использовать свои лёгкие на 100%. Они используются на 2 трети, на половину. Соответственно, как следствие, вам начинает не хватать кислорода. Вы начинаете дышать чаще. Это нарушает всё дыхание, сердцебиение, пульс и так далее. Естественно, и выносливость. И это целиком зависит от осанки, от вашего дыхания. Насколько оно хорошее, правильное. Особенно, если вы спортсмен, это важно знать. Или, допустим, осматик, или бронхитик. То есть вы увидите, что все бронхитики, они все сутулые. У всех есть сжатое лёгкое. То есть лёгкое не может двигаться нормально и нормально очищаться. То же самое можно сказать про туберкулёзников. Ну и вообще, все, у кого есть проблемы с лёгких, у них есть проблемы с осанкой. Ну, в общем-то, как и во всех остальных хронических болезнях. Это следствие неправильной осанки. И вот давайте я попробую рассказать вам о том, как можно по дыханию определить, какие мышцы укорочены и какие надо растягивать. Это очень хорошее дополнение для визуальной диагностики. Потому что я всегда дополняю визуальную диагностику либо тестами на растяжение, либо другими тестами. И вот это один из тестов. Допустим, давайте я вам нарисую типичную осанку. Когда есть наклон таза вперёд. Когда есть наклон таза вперёд. И компенсация идёт за счёт разгибания спины. За счёт разгибания спины. И вот когда спина разгибается, она натягивает мышцы пресса. Прямую мышцу живота. Естественно, эта мышца начинает сопротивляться. То есть, она создаёт противоположное усилие. Вот в эту сторону. Именно это усилие выдвигает голову вперёд. И создаёт проблему. Но, есть ещё один момент, что оно опускает грудную клетку. Вот в этом направлении. То есть, грубо говоря, вот смотрите, я поднял грудную клетку. И вот я её опустил. И вот наклонённый таз опускает вот так грудную клетку. Соответственно, вот такому человеку будет трудно вдохнуть именно вот сюда. То есть, вот так. Верхнюю часть лёгких он не сможет вдыхать. Потому что у него будет в натяжении мышца пресса. Прямая живота. Давайте я нарисую это в другой проекции. Это будет более понятно тогда. Ну, вот как-то так, да? Как-то так вот грудина. И вот, смотрите. Ну, вот так как-то. Значит, у нас здесь возникнет мышечная цепь. Мышечная цепь, она пойдёт вот так, во-первых. Во-вторых, перейдёт на малый грудной и грудные. Вот так. И вся эта мышечная цепь, она будет тянуть вниз. То есть, движение вверх здесь будет невозможно. Но, здесь остаётся возможность расширяться вбок. Поэтому человек вот с такой осанкой, если вы сомневаетесь, вы можете попробовать, как он дышит. Вот ставите руку и просите поднимать. Вот, видите, у меня легко поднимается. То есть, у меня получается прямая мышца живота не находится в натяжении. Вот, видите? Вот она легко поднимается. И легко имеет ход. Вот. И есть другой тип осанки, когда... Ну, давайте, надо заново перерисовать. Когда укорочение идёт сбоку. Когда укорочение идёт сбоку. то есть... Сейчас я вам нарисую. Через косые мышцы. То есть, укорочение идёт вот так. Через косые и через зубчатые. Вот оно распространяется вот так. Вот так и вот сюда. На шею. То есть, мышечная цепь формируется вот так. И натяжение здесь тянет вниз. Тянет вниз. То есть, движение рёбер вбок невозможно. Но легко движется вверх. Это то, что я показал вам у себя. Да? У меня легко движется вверх. А вот сюда движется плохо в бока. Во всяком случае, гораздо хуже. Я пытаюсь расширять, а руки мало расходятся. В то время сюда гораздо лучше. То есть, оно и вверх тоже из-за этого ухудшается. Но вам надо сравнивать, куда лучше идёт. В стороны или вверх. Вот в моём случае вверх идёт лучше, чем в стороны. А в других случаях, наоборот, в стороны идёт лучше, чем вверх. И вот если вверх идёт лучше, а в стороны хуже, это значит, что укорочение мышц идёт по боковой поверхности, по латеральной стороне линии. Вот здесь. Вот. И, как правило, это связано с сутулостью. Вот. С такой вот сутулостью, когда грудная клетка смещается назад. Ну, и вот такой вот шахматный конь возникает. Вот. Вот тогда укорочение, как правило, идёт вот здесь вот по боковой поверхности и вот так. Вот. Поэтому, когда вы смотрите на осанку и не можете разобраться, что же вам надо растягивать, то можно использовать вот такие вот тесты на дыхание. Соответственно, вот в этом случае вы тянете боковые наклоны, а в первом случае прежде всего надо поставить на место таз. Ну, а потом уже, конечно, прямую мышцу живота, малые грудные и так далее. Потому что, если они находились долго в укороченном состоянии, то они тоже стали самостоятельной проблемой. То есть, здесь самостоятельная проблема сутулость, а в первом случае это был наклон таза. То есть, там надо больше работать с наклоном таза, но дополнительно там с прямой мышцей живота и малыми грудными. Вот приблизительно такая логика использования дыхания как теста.